Всем приветики, добро пожаловать на мой канал. Сегодня формат, который я говорила, как-то вам напишите, полезно, не полезно. Юск, Икея, сегодня посмотрим, что-то купим вместе, что-то вместе распакуем, что-то даже пристроим в квартире, посмотрим, как это все дело работает. Если вам будет интересный такой формат, напишите, пожалуйста, плюсик, такой блоговая, непосредственная, повседневная, а я вам демонстрирую, что я нашла, что мне понравилось, что пришло по душе и так далее и тому подобное. Поэтому погнали во блог. И давайте для начала пробежимся по юску. Мне понравились вот такие вот корзины безумно. Я не придумала, для чего их еще можно использовать, но они из натурального материала и выглядят просто бомбически круто. Просто мне безумно понравились. Также здесь есть всякие разные детальки, всякие столики, но мне такое не нужно, контейнеры пластиковые, все на самом деле за сущие копейки, свечи, какие-то мелочи, детальки, рамочки, кстати, тоже я не особо люблю. Вот такая вот какая-то штучка, непонятная мне. Но безусловно кому-то понравится, поэтому демонстрирую, что есть. Вот такие вот подсвечнички в виде пальмы, золотистые. И подносы. Кстати, вот можете цены сразу видеть внизу, 300 гривен. Кто любит подносы, я считаю, очень стильные, минималистичные. Кому такой оттенок подходит в интерьер. Такие подсвечники еще есть. Что у нас тут еще внизу? Тоже все-все-все для свечек. Вот такая есть. Я просто в идее будущем купить большую на несколько свечей, поэтому я пока себя ограничиваю в этой покупке. Когда появится она где-то на виду у меня, тогда и буду приобретать такие мелочи. Тоже не особо я фанат. Идем дальше. Что у нас здесь есть? Посуда. Чашки. Вот чашки, кстати, очень необычные. Они из тонкого-тонкого стекла. И у них вот такая вот ручка. То есть она может быть оранжевая или зелененькая. Если вы любите какие-то такие вот детали интерьера, то вот вам вариант Коральчик. За не очень дорого. Необычный. 350 гривен. Я, кстати, думаю, может быть он даже натуральный. Кто его знает. Но необычно выглядит. Необычно. Знаю огромное количество девушек, которые просто обожают вот такие вот пушистые подушки, пледы. У меня, кстати, вот был как раз вот такой вот. Один в один. 700 гривен, который сверху. А, я его пропустила. Подушки понравились. Мне серенькие. Да, пледик вон там. Источник такой же ткани, как подушка. И он очень прикольный был. Просто уже износился. Для любителей всяких штук. В виде надписей на подушках. Или такой вариант более геометричный. На самом деле, как видите, выбор достаточно большой. И за каких-нибудь гривен 200-300 можно купить интерьерные необычные подушки, которые подходят непосредственно вам. Вот мне, например, могла бы такая подойти. У меня много серых и черных деталей. Я еще подумаю, пока мне не нужны. Но, в принципе, интересный вариант. И, опять же, за не супер дорого. Короче, огромный-огромный выбор. Если вам нужно, заскакивайте. Стойка со всякими банными принадлежностями. Баночки для зубных щеток, для мыла, для чего угодно. Мне вот это понравилось. Еще подумаю. Касательно нее я как бы хотела быть чуть-чуть другой. Но это тоже очень-очень клевое. Для жидкого мыла на кухне, например. Я просто не люблю, когда вот эти банки стоят с надписями. Ну, вы поняли. Всякие фейри, гала и прочая ерунда. Симпатичные, клевые шкатулки. Прозрачные, с золотыми ободками. Для украшений можно. Можно для косметики, для чего хотите. Посмотрите, цена, в принципе, вменяемая. А если вы любитель таких штук, то я считаю, что прям классный вариант. Прям очень круто выглядит. Есть малютка еще такая. Кстати, она не одна, их две. Видите? Одна, а в ней еще одна. Но это прям очень круто. Можно там, не знаю, какие-нибудь браслетики, колечки хранить. Огромный выбор полотенец на любой вкус. Средняя цена. Кстати, этот коврик. Это коврик, да? Да, коврик. Я сейчас покажу вам. Я его приобрела. И он у меня теперь лежит в ванной комнате. Мне понравился. Сейчас продемонстрирую. В ванной комнате у меня вот такой вот коврик. И на нем просто все, что только может быть. Плюс я еще ляпнула масляной краской. Я пишу картину интерьерную, абстракционную. И просто все на него литнет. Причем вот на плитке ничего не видно, а на коврике все. И поэтому решила, что нужно. Заменить. И на смену ему прибыл коврик черный. Бес Мэтт от компании Джюск. Мой знакомый так стебется, говорит Джюск. Ну, короче, от Юска. Вы поняли. Сейчас переложим. Посмотрим, как это дело будет смотреться. Ну вот, так мне нравится много больше. Тем более хорошо гармонирует с вот этим вот контейнером. Это из Икеи тоже в виде корзины продуктовой. Черненькой косметику вы наверняка многие видели в моих обзорах. Тоже искала штуку эту. Как-то в Икеи не было. Короче говоря, теперь они дружат. И так мне нравится намного-намного больше. И он очень приятный на ощупь еще, кстати. Если любите какие-то необычные тарелки, какой-то нестандартной формы, то вот, кстати, смотрите, вьюзки такие имеются. То есть она не круглая, она какая-то такая вот очень авторская, дизайнерская. Обычно такие стоят кучу денег. Но здесь их можно купить за 175 гривен. Обычно они дороже, если брать каких-то дизайнеров. Вот такая классная штуковина для каких-нибудь суккулентов. Ну, или хранения, чего угодно. На самом деле, это тоже очень стильная штучка. Стоит... Сколько она там стоит? 135 гривен. Прикольно, как и шкатулку можно использовать. И у меня вот такой вот плед, кстати, темно-серый. Сейчас непосредственно лежит на кровати. Сейчас ставлю фотографию, где-нибудь найду. Классный, классный, однотонный. 500 гривен, да? Ну и что над кроватью? Это люстра вот такая вот из Икеи. Я присмотрела себе ее давно, наконец-то взяла. Собирайте ее сами, как видите. И говорю сразу, потолок готовый, шлифованный и вскрытый матовым лаком. Уже создание люстры. У нас получается? Давай, давай. Это уже слоивый вырисовывает. Так, мы только из Икеи приехали. И здесь у нас получается вот такая вот банка, как кулер. Он только стеклянный, с крышкой и вот таким вот краном, чтобы убивать воду. Он пятилитровый. Протестируем, попробуем. Достаточно весистый, большой. И мне просто не нравится, когда вот на кухне стоят некрасивые бутли. Как вы решаете данный вопрос питьевой водой? Ну, мне вот это, короче говоря, очень не нравится, потому что это просто отстой. Вот это так сейчас убираешь и смотрите, как красиво смотрится. Напишите, как вам такая вот, такой вариант хранения водички, кран открутить, ну, на край стола поставить где-то, открутить и набирать чашечку эстетично, красиво. И в интерьере тоже огонь. Мне очень-очень нравится. С мужчиной ездили в Икей сегодня, посмотрели, и она мне тоже зашла. Кстати, со временем мне сказали, что появится у них еще подставочка такая для этой штуки. Ну, я не знаю, нужна она мне будет или нет, потому что я поставлю где-то с краю, чтобы это было. И мне будет, я думаю, так, ок, посмотрим, попользуюсь. Стоимость, кстати, 580, по-моему, это 570 гривен. Не очень дешево, согласна, как для стеклянной такой штуки. Но она блин с краном, она как бы продумана, и она стильная, клевая такая банка с металлическими элементами. Короче, я очень довольна, буду пробовать. А по бутылочке, ну, как бы бесконечно, вот этот перевод пластика, ну, это как бы совсем не вариант. Поэтому нет, мы воду уносим, набираем, и просто буду переливать сюда, а бутылку саму пластиковую бутыли с ручкой, которая прямо куда-нибудь под умывание. И взяла на пробу вот такой вот кондиционер для волос, двухлитровый, тоже такой достаточно крупный. Слышала о нем много положительных отзывов. Попробую, расскажу вам, как он мне. Это какой-то корейский, покупала у нас в Киеве в магазине Исэй. Давно его искала, вот, наконец-то нашла. Попробую, тоже все вам продемонстрирую. Ну, эта штука прям меня очень радует. Думаю, что она прям вот, смотрите, прям, смотрите, прям свежечок. Божественное ощущение, новые вещи. Наверняка тоже такое любите. Попробую, и расскажу вам. Икеевская, икеевский бут из крана. Так, поворачивайте, и пьете водичку, набирайте в чашку. Что у нас здесь еще? Это светильничек за очень бюджетную цену. В районе 400 гривен. Вот его штрих-код, если что, кому нужно будет. Икея. Замечательное название, Скоруб. Дружь, ты дешево открыла? Нет, ты ей показываешь, что тут есть. Ладно, сейчас я. Второй подороже, побольше, а этот решили взять побюджетнее. Блин, я не могу так одной рукой. Анпекинг. Анпекинг. Помоги, пожалуйста. Покажи нам светильник. Расковыряю его просто как-то так. Светильничек у нас вот такой в стиле луфт. Из матового черного такого металла. И штучка сверху на него. И будет проводочка так еще идти. Вот он светильничек. А это второй светильничек над обеденным столом, который будет. И он прям мне безумно нравился. Он такой огромный, черный. Давно на него засматривалось. Наконец-то забрала. Тоже покажу, как скрутим. Кому-то опять же будет полезно. Вот его код. И стоимость его 2000 длинный, уже дороже. И называется он вот так вот. Вот так вот он будет выглядеть. То есть у него тоже еще есть такое крепление. И провод вокруг этой штукой. Регулируется высота. Можно выше, можно ниже. А в перерыве делаю обед. У меня вот такой вот салат с разными семечками, с авокадо, с яйцами, с зеленью. К примеру, из того, что у нас еще не готово. Это между столешницей и ящиками. Вот эта вот зона, которая из плитки должна быть. Она планируется в ближайшее будущее. В Икеа есть такие панели металлические. Серебристые, золотистые. Ну или плитка. Или декоративная штукатурка. Что кто советует? Вот вы, хозяюшки, у кого есть свое жилье, или кто снимает, напишите. Что практичнее всего подцепить вот сюда? Многие говорят, что плитку. Скажите, что у вас в этой зоне находится? Вот столешница, вот ящички. Что сюда высунуть? Что здесь должно быть? Да, и, кстати, я нашла черные губки в метро. Упаковка, засущие копейки. Я вот искала чисто. Я, извиняюсь, за шум на фоне. Там идет строительство еще. Черные губки, вот просто черные. Вот просто, чтобы она так раз, и не бросалась в глаза. Знаете, мне вот эти вот зеленые, желтые, розовые, отвратительные. Просто терпеть их не могу. Вот раз, и она слилась практически. Вот это тоже надо сделать черным. Ну и здесь вот, наверное, посоветуйте мне что-нибудь. У кого что здесь вот находится в этой зоне? Буду вам очень благодарна. Говорят, что плитка практичнее всего. Здесь у меня открытая зона. Вот пока еще. Ну, точнее, она и будет. Здесь уже пошел шкафчик для бокалов. Здесь еще придумаю, что здесь будет красивое такое стоять. А, кстати, стаканчик. Полностью из крахмала. Смотрите, какой. Это в кафешке в Киеве на БДНХ. Его можно съесть. Из кукурузного крахмала сделан. И так классно выглядит. Я, короче, даже его выкинуть не смогла. Очень крутой, очень. Пока стоит у меня здесь. Вот у мужчин даже есть какая-то штука, приспособление специальное для того, чтобы все это делать. А я сейчас буду с пылесосом стоять, ловить труху, которая будет сыпаться. Собираем следующую. Процесс крепления непосредственно. Хотела показать еще раз первую. Вот шнурочек еще станет ровным потом под своей тяжестью. У него такие вот необычные лампочки. А, кстати, я сейчас лампочку продемонстрирую. У них идут они какие-то в комплекте, как я понимаю. Вдруг кому-то будет полезно. Кто-то надумает купить. Собственно говоря, вот такие вот. И хватает их надолго. Безусловно, здесь еще появятся шторы, карнизы. Поэтому, если вам будет интересно выбирать это все вместе со мной, обязательно дайте знать в комментариях внизу. И хотела вам показать еще в конце вот эту вот банку-кулер для воды. Да, действительно удобно. И мужчина говорит, ты знаешь, мы даже так пьем с тобой больше воды.